Содержание целого ряда магистральных улиц Твери не соответствует нормативам. К ответственности привлечено должностное лицо МУПЖЕК. Таковы результаты проверки, проведенной прокуратурой Московского района. В этом списке Волоколамский проспект, набережная реки Лазури, улица Вакжанова, Московская, Орджоникидзе, Левитана и многие другие. Между тем, проезд по многим второстепенным улицам в спальных кварталах сейчас чреват дорожно-транспортным происшествием. Причем даже если оба его участника ничего не нарушали. Улица Большая Зуевская в Заволжье. Если и большая, то разве что в длину. В ширину ее в зимний период таковой не назовешь. Из-за сугробов на обочинах проезжая часть заметно сужается, а из-за колейности она становится не особо-то и проезжей. Это на себе прочувствовала Ирина, попавшая на днях тут в небольшое ДТП. Накануне ехала по дороге и невозможно разъехаться, потому что очень скользко и проезжает только одна машина. По колее? По колее, да. Произошла мини-авария со встречной машиной, потому что не смогли разъехаться, никто не смог заехать на бордюрчик. В итоге автомобиль Ирины остался без левого бокового зеркала. А это улица Деревцова, там же в Заволжском районе, но по другую сторону Тверцы. Картина такая же. Снова и без того не широкая проезжая часть, сугробы справа и слева. На этот раз пострадала машина Дениса, ну и соответственно ехавшая навстречу авто. Обоих, что называется, вывела из колеи. Оппонент мой, который на меня ехал, съехал с колеи. И я со своей стороны съехал. И вот в итоге. Ну у меня задняя дверь крыло получилось, а у встречной машины заднее крыло только пострадало. Вот, соответственно, обоюдкой, никуда обращаться не стали. И такие случаи происходят зимой в Твери, да и в других муниципалитетах региона сплошь и рядом. Везде пресловутые три колеи на два встречных автомобиля. Оба водителя и рады бы съехать на обочину. Однако снега там столько, а края такие скользкие, что забраться может разве что танк. В итоге довольно часто на улицах можно встретить машины со царапанными и помятыми дверьми. Либо без зеркал. Если у вас есть возможность, даже если вы имеете преимущество, у вас есть возможность куда-то посторониться, ничего страшного, потеряйте вот эти 30 секунд или минуты, освободите дорогу, пусть проедет другой человек. Вы сможете дальше времени не потерять на оформлении ДТП пустяшного. Правда, вот как раз вызывать ГАИ при таких авариях, как правило, никто не спешит. Как уже сказал один из участников ДТП Денис, обоюдка, обращаться не стали. Ведь выплаты по ОСАГО никто из обоюдовиновных участников аварии не получит. Зато информация о повреждении, пусть и мелком, точно уйдет в интернет. И наверняка всплывет при продаже, что скажется на цене автомобиля. А еще отсутствие многочисленных фактов об авариях в официальных сводках снижает вероятность проверок, как со стороны ГИБДД, так и прокуратуры. А значит, зимняя колейность и дальше будет бичом второстепенных улиц наших городов.